ВЫЗОВ Группировка с 2005 года действовала в Ленинагорске. И смена форменного обмундирования на праздничный наряд. Это Аня, которая с Анны была. Кому принес радость полицейский Дед Мороз. Это и не только. Прямо сейчас. Два трамвая столкнулись этим утром на улице Халитова. По рассказам очевидцев, вагон с отказавшими тормозами ехал назад несколько остановок от Пионерской до Халитовой в итоге протаранил кабину стоящего трамвая. Момент столкновения водителя в стоящем вагоне не было. Он отошел за чаем. В результате аварии оба транспорта получили серьезные повреждения. По предварительным данным, никто не пострадал. А накануне вечером трамвай загорелся на улице Адели Кутуя. Сообщение о пожаре поступило в 19.27. Пожарные прибыли на место через несколько минут, но к тому времени водитель и кондуктор потушили пламя самостоятельно. Пострадал салон изнутри, в нем частично обгорела обшивка. Пассажиров в момент происшествия в вагоне не было и обошлось без пострадавших. Нетрезвый водитель протаранил маршрутку с пассажирами в набережных Челнах. Инцидент запечатлел видеорегистратор. Как видно на кадрах, форт с людьми в салоне притормозил на остановке. Когда пассажиры стали выходить, маршрутку врезался ВАЗ-2110 под управлением 22-летнего водителя. От удара общественный транспорт отбросил он на человека. В результате аварии пострадала 18-летняя девушка. Она получила сотрясение мозга и рану скулы. И 39-летний пассажир, получивший ушиб мягких тканей головы и рану правого нижнего века. Вероятный виновник аварии не пострадал. Инспекторы установили, что молодой человек управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 15 подсудимых и 17 уголовных дел. Сегодня Верховный суд Татарстана начал оглашать приговор участникам криминальной группировки «Братва». По версии следствия, формирование, созданное в Лейногорске, причастно к десяткам тяжких и особо тяжких преступлений. Историю уже ликвидированной банды расскажет Айрат Назипов. Продолжение следствия В 2012 году между участниками группировки «Братва» и другой лениногорской группировки под названием «Спортсмены» произошел конфликт на фоне передела сфер криминального влияния. В результате участники группировки «Братва» совершили ряд нападений на своих оппонентов. Как установили следователи, в январе 2014 года один из таких конфликтов закончился весьма плачевно. Во время столкновения между группировками погибли два человека. Участники ОПГ «Спортсмены». Еще один получил серьезные ранения. После этих событий «Братвой» заинтересовались полицейские. Ряд подозреваемых задержали в течение трех дней. Остальных пришлось разыскивать в разных родах республики. В ходе раскрытия этих преступлений сотрудники МВД Торстана выявили организованную преступную группу под названием «Братва». В результате оперативных мероприятий полицейские установили причастность участника группировки к совершению еще десятка преступлений. В марте 2010 года к подозреваемой ко второй группе «Братвы» обратились предприниматели. Они попросили разобраться с торговцем-конкурентом. После чего участники преступной группы избили жертву обрезком арматуры. В апреле следующего года, получив от одного из предпринимателей отказ платить за крышу, злоумышленники избили и его. Любого бизнесмена, который не хотел платить, ждало жестокое избиение. В отношении подозреваемых было возбуждено 17 уголовных дел, среди которых убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повреждение имущества и хулиганство. Находясь под стражей, обвиняемые организовывали провокации, групповые протестные акции и пытались повлиять на изменение правил внутреннего распорядка следственного изолятора. Как установили правоохранительные органы, используя криминальные святи, они разрабатывали планы совершения группового побега из-под стражи. Кроме того, по данным полиции, подсудимые пытались оказывать давление на потерпевших и свидетелей по уголовному делу. В связи с большим количеством подсудимых, оглашение приговора не уместилось в один день и закончится, вероятно, уже завтра. Айрат Назимов, Александр Лобанов, Вызов 112. Сорвавшаяся бетонная плита раздавила двух рабочих на стройке в набережных Челнах. Все произошло сегодня днем. Сообщение о происшествии поступило на единый номер вызова экстренных служб в 12.38. Как выяснилось, плита упала во время монтажа между первым и вторым этажами при строительстве каркаса двухэтажного офисного здания. Двое мужчин, одному 37 лет, а другому 43 года, погибли на месте. 79-летний мужчина едва не утонул на Нижнекамском водохранилище. Во время рыбалки пенсионер оказался заблокирован на противоположном берегу Камы, напротив городской пристани. Перейти через реку он не мог, так как из-за оттепеля и сброса воды Нижнекамской ГЭС у берегов образовалась полынья шириной 30 метров. Тогда о происшествии узнали спасатели. Для того, чтобы вытащить мужчину из ледяного плена, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам использовали плавсредства. В итоге рыбака вытащили на берег спустя два часа и передали родственникам. Кому санки, кому наборы для рисования, обучающие игрушки, одежду и многое другое. В эти дни полицейский Дед Мороз приходит к тем, кто нуждается в нем больше всего. Инспекторы по делам несовершеннолетних сменили форменное обмундирование на праздничный волшебный наряд и отправились к своим подопечным, чьим родителям устроить праздник для детей довольно сложно. Алла Рыкова о детской радости. Он в 12 лет приходит к тем, кто уже не надеялся, но все еще верил. И Дед Мороз, и Снегурочка – офицеры полиции, сотрудники отделов по делам несовершеннолетних. И лучше других знают, кто на самом деле ждет чуда. Скоро, скоро Новый год, он торопится и идет постучиться к двери к нам. Дети, здравствуйте, я к вам. Это Аня, которая из Анны была. Так, ты, Анна, а ты? Я. Ну и двоим одно фортепиано, потому что двоем рассказывали. Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, многодетные, нуждающиеся в помощи и поддержке. Таких говорят совсем немало. В минувшем году полицейский Дед Мороз посетил больше тысячи семей в Казани. Подарки детям выбирали тщательно с индивидуальным подходом к каждому ребенку. И учитывали, кто в чем больше нуждается. Устроить праздник для детей в состоянии далеко не во всех семьях. Все дети получили от нас сладкие подарки, игрушки, канцтовары. Всех с наступающим Новым годом. Дети, Дед Мороз! Дед Мороз впервые прошла в Казани в 2005 году. Спустя шесть лет выросла до масштаба всей страны. Продлится она до 5 января. За это время Дед Мороз в погонах планирует максимально охватить нуждающиеся в помощи казанские семьи. Алла Рыкова, Вызов 112. В бой идут одни старики, каскадерские трюки и жадная змея. На очереди рубрика «Сплошные проколы». Тряхнули стариной. Двое престарелых автомобилистов устроили разборки на дорогах Австралии в результате конфликта. Судя по всему, пожилые участники дорожного движения не смогли поделить трассу. Решить проблему пришлось с помощью кулаков. Впрочем, интенсивный бой победителей не выявил. Видимо, пенсионеры выдохлись и отстали друг от друга. Каскадерский трюк обрел неожиданное продолжение. В Италии велосипедист во время показа своих умений потерял двухколесную технику. Впрочем, далеко она не улетела. На ее пути оказался оператор. В результате инцидента оператор отделался лишь ушибами. А вот камере, судя по всему, повезло меньше. Уснул за рулем и продолжил давить на газ. Необычное ДТП произошло в Китае. Автовладелец, крепко спящий у себя в машине, на низкой скорости протаранил минивэн. Но от удара водитель не проснулся и продолжил таранить многострадальный автомобиль. Дошло до того, что из колесных арок повалил густой дым. К счастью, никто не пострадал. А этот питон явно напал не на ту жертву. Жадная змея на протяжении часа пыталась удушить кроссовок. Впрочем, все попытки употребить его в пищу так и остались тщетными. Лизан Сабирова, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 898-69-1212-1212. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин